Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, вышла шестнадцатая версия DaVinci и я, конечно же, не могу пройти мимо этого события. Первое впечатление – это круто. Это круче, чем я ожидал. Второе впечатление – это уже не совсем бесплатно. Точнее, также бесплатно, но уже хочется иметь платную версию. Но все по порядку. Сами черные маги, презентуя шестнадцатую версию, говорят, что революционной в ней является вот эта закладка – Cut. Собственно, главное нововведение в шестнадцатой версии. Но я бы назвал революцией другое. Вот эту функцию. Удаление объекта с восстановлением фона. Это уже реальная магия. Все, кто хоть раз сделал такое руками, например, в After Effects, понимают, что это такое и насколько это трудоемкая работа. DaVinci делает это на автомате, используя обученную нейросеть. К слову сказать, в After Effects тоже недавно появилась такая фича. И это уже реально революция. Первая ласточка. Что будет дальше, сложно себе представить. Нейросеть, кстати, используется и вот в этой функции – функции поиска клипов по лицам людей. Тоже и чудесно и удобно одновременно. А теперь о грустном. Обе функции присутствуют только в платной версии. Вот почему я говорил, что DaVinci уже не совсем бесплатный. Поскольку функции эти хочется иметь. Так что взгрустнули и переходим к бесплатной версии закладки Cut. Я бы перевел это как нарезка. В принципе, насколько я понял, задумка авторов такая, что здесь осуществляется первичный монтаж. Здесь вы собираете костяк фильма. Потом, если надо, подравниваете – все въездит и отправляетесь в Firelight работать со звуком. Поэтому закладка Cut – это предельно упрощенный интерфейс, исключительно для подрезки, подравнивания и так далее. Здесь две таймлинии с неизменяемым масштабом. Верхняя схематично показывает весь фильм от начала до конца. Нижний уже в большем масштабе и с визуальным представлением показывает ближайший к курсору отрезок. Тут нет разных способов подрезки, на нижней шкале только три мод, на верхней можно и тримить, и просто двигать. А, вот. При том, что сама прога стала пошустрее, она, похоже, требует больше ресурсов. По меньшей мере от видеокарты. У меня на ноуте стоит GTX 960M, не самая древняя и слабая карта, но вот такое окно вылетает почти постоянно. Нехватка памяти видеокарты. В 15-м DaVinci такого не было. А стационарный комп, где стоит древняя GTS 450, DaVinci практически не тянет. Это тоже можно отнести к недостаткам, если у вас слабая машина. Тримминг здесь предельно простой и понятный. Также можно тримить верхнюю таймлинию. И достаточно прикольная штука, такой покадровый тримминг уже для более точной подрезки. Но прокат я буду делать отдельный скринкасс. Тут есть о чем рассказать. Много они тут наворотили прикольных вещей. А мы переходим в закладку «Едет». В «Едет» изменений практически нет. Ну, такие незначительные, но удобные. Например, добавлена продвинутая функция «Image Scaling». Это штука, которая делает более плавным изображение при замедлении скорости. Попытка сделать slow motion на программном уровне, если у вас камера выдает максимум 30 кадров в секунду. Вот мы замедлились вдвое. Кстати, в «Инспекторе» появились дополнительные настройки, и это удобно. И одна из них – «Retime and Scaling». Самая продвинутая функция здесь – «Optical Flow». И здесь можно выбрать глубину проработки. Самая крутая – «Speed Warp». Но она у меня нещадно вешает компьютер, поэтому я выбираю предыдущую. И, собственно, все. Вот как это выглядит в исходнике. И вот как с функцией. В какие-то моменты может выручить, но иногда выглядит немного ужасно. Тут уже надо смотреть в каждом конкретном случае. Еще в «Едет» появился Adjustment Layer – управляющий слой, как в After Effects. Но об этом тоже, наверное, я еще отдельно буду рассказывать. Во вкладку «Color» даже не заглядываем. Я усиленно обхожу пока цветокоррекцию в DaVinci, потому что это бездна. Fairlight тоже заметно увеличил количество эффектов. DaVinci демпингует и аудишн потихоньку. Но большая часть всего прикольного – в платной версии. В бесплатной добавили вот этот плагин «Диалог Процессора». Он призван простыми средствами улучшать дикторский текст и диалоги. Тоже тема для отдельного скринкаста, но можете сами покрутить ручки. Многое интуитивно понятно или сразу слышен результат. Еще мне понравилась вот эта функция – Elastic Wave. Зажимаете Ctrl и кликаем левой кнопкой мыши расставляете такие полоски-маркеры. Потом, сдвигая мышью маркер, вы синхронно замедляете или ускоряете звук, который расположен между этими полосками. Ну, то есть один замедляется, второй, соответственно, ускоряется. Применение этому можно найти, поверьте. Закончить хочется тем, с чего начал. Это круто. У меня почему-то черная магия ассоциируется с Apple последнего извода. И не только из-за коннотации между откусанным яблоком и черной магией, они, как и Apple, создают бренд, в который влюбляешься. Apple, кстати, я не люблю. Не моя тема. Все, любите друг друга. Что-то много про любовь сегодня. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.